К нам присоединяется Игорь Николаевич Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Сейчас поговорим на тему Ирана и по поводу прерывания дипломатических отношений Украины с Ираном. Доброе утро, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, приветствуем вас. Да, доброе утро, доброе утро. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, какую позицию сейчас занимает Исламская Республика Ирана? Почему врут, например, относительно поставок оружия российской стороне? Ну, то есть понятно, что мы все каферы для них, то есть люди, которые не исповедуют ислам. Но, тем не менее, на международном уровне это тоже работает? Мне кажется, что тут не принцип религиозности играет, потому что иранцы, собственно, это их стиль поведения. Вспомните, когда произошло сбитие Боинга, как они себя вели. И только после того, как их приперли к стенке, они вынуждены были признаться. То есть тут точно такая же ситуация. То есть это не тема каферов, а это тема поведения политической элиты Ирана. Они будут врать просто потому, что они по-другому не умеют вести дела. А то, что Дмитрий Кулеба объявил о прекращении дипломатических отношений, это как-то вообще может повлиять на Иран? Или это чистая резолюция и все? Да, это, скорее всего, чистая резолюция. Честно говоря, я до конца не понимаю смысла прекращения вообще дипломатических отношений, потому что это, собственно, ничего, по крайней мере, нам не дает никаких положительных эффектов. Может, возможно, я чего-то не знаю, возможно, какие-то в будущем предполагаются действия со стороны наших партнеров подобного рода, или же мы объясняем таким образом нашу решительность. То есть, ну, по крайней мере, на состоянию на сейчас, то есть пока нет никаких таких очевидных преимуществ от таких действий. А зачем в таком случае поддерживать дипотношения или сохранять дипотношения с государством, которое предоставляет оружие тем, кто развязал войну против Украины, российской стороне? Хороший вопрос. Но мы ведь поддерживаем дипотношения с Белоруссией, с территорией которой вообще осуществлялась агрессия. То есть вот здесь вот есть определенные неувязки. Ну, хорошо, но это не ответ на вопрос. Это еще один спорный вопрос, который следовало бы обсудить. Это не ответ на вопрос, но, наверное, тут ответа пока нет. Потому что нужно тогда придерживаться определенных принципов. Или мы отказываемся от дипломатических отношений, если страна ставит под сомнение наш суверенитет над нашей территорией, или же любая страна, которая поставляет вооружение или осуществляет агрессию со своей территорией, и точно так же тогда мы разрываем отношения. То есть нужно определиться, просто чисто практические какие-то вещи нужно сделать для себя. Игорь Николаевич, скажите, есть ли вообще какое-то влияние на Иран, дабы прекратить поставки оружия для Российской Федерации, чтобы это оружие использовать в войне против Украины? Ну, мне кажется, что пока нет. То есть понятно, что тот контракт, который подписан, и те поставки, которые уже согласованы, будут осуществляться. Очевидно, можно говорить в будущем о существенном сокращении возможностей Ирана. То есть это экономически, возможно, это давление на сателлитов иранских, на те же самые Таджикистан, на территории которого существуют такие же заводы, и на Сирию. Их можно в конце концепции в Сирии вообще разбомбить. Ну, а в самом Иране, конечно, пока осуществить какие-то действия сложно. И еще касательно Ирана, те протестные движения, которые происходят сейчас в Иране против действующей власти, как вы думаете, они таки смогут свергнуть этот режим? Это не тривиальное действие, потому что 80 миллионов, порядка 10 миллионов сторонников режима, активных сторонников, тех же Басиджи. Ну, это все, конечно, очень напоминает вообще вся эта и корпус стражей исламской революции, который очень напоминает собой войска НКВД. Вот эти Басиджи, агентуру КГБ. Но мы знаем, что в какой-то момент, как это и было в Советском Союзе, вся агентура КГБ разбежалась, и, собственно, никто не вышел защищать этот режим. Пока еще вот такого, до таких условий ситуация не достигла. Но, вместе с тем, насколько я могу оценивать ее, то она очень похожа на события 78-го года, то есть, которые в преддверии исламской революции, когда в течение целого года происходили волнения, которые закончились бегством Шаха и возвращением в страну Хамени. И вот сейчас мы видим нечто подобное. Поэтому вполне возможно и в среднесрочной перспективе победа восставших, потому что очень все похоже. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, кем сегодня российский режим, кремлевский режим является для Тегерана? Я бы назвал это уже, конечно, альянсом, то есть, это военно-политическим альянсом. И это, конечно же, это ось, можно назвать это осью зла, которая объединяет Беларусь, Россию и Иран. Вполне возможно, к этой оси может присоединиться Китай. Что их объединяет? Их объединяет ненависть к Западу и готовность, и чувство рессентимента. А Запад как-то может повлиять на этот альянс? Ну, Запад, по крайней мере, первый шаг должен признать существование войны против Запада со стороны этих стран и, соответственно, действовать. Только тогда можно, конечно, уже вырабатывать стратегию и не только поддерживать Украину, но и действовать самостоятельно в отношении этой оси, понимая прекрасно, во что это все может вылиться в будущем. Если протестное движение таки сможет свергнуть власть в Иране, сможет ли этот альянс посыпаться как домино? И, возможно, смена власти и в авторитарных режимах России, Беларуси, ну, про Китай молчу, сможет таки пасть? Это хороший вопрос. Понятно, где первый начнется сыпаться власть. То есть, если власть посыпется в Иране, то сомнительно, что произойдет какие-то радикальные изменения в России, Китае или Беларуси. А если ситуация станет критической в России, то да. Теперь, если раньше, допустим, власть Ирана не зависела или существовала как автономная система, то сейчас, вероятно, они в такой очень жесткой связке между собой и поражение одной стороны повлечет за собой серьезные неприятности. То есть, получается, если Иран стал поддерживать Россию и связался, грубо говоря, с ней, тем самым он подписал и себе, да, такой возможный смертный приговор власти, потому что если там посыпется, посыпется и там. То есть, был такой ошибок. Да, да, да. Да, абсолютно верно, потому что это уже, как бы, это уже не вопрос защиты каких-то ценностей, их скреп, а это вопрос уже участия Ирана в мировой войне. А в чем заключается сотрудничество между Россией и Ираном на сегодняшний день, и насколько это сотрудничество помогает обоим государствам подсанкционным, следует заметить, обходить эти санкции? Да, это, конечно, вооружение, это понятно. Но не только. Здесь, по сути дела, их сотрудничество началось еще в Сирии, достаточно активное, когда они выступили, собственно, уже в альянсе для защиты режима Башара Асада. По сути, Россия сейчас передала все основные такие объекты иранцам. То есть, сейчас иранцы чувствуют себя временно, я надеюсь, бенефициарами в сирийской ситуации. Кроме этого, конечно же, Россия обещает и Ирану поддержку политическую на уровне Совета безопасности, то есть гарантирует, что ни одна резолюция новая по Ирану не пройдет. Ну и, конечно же, Россия обещает Ирану экономическую помощь и зерновую помощь, продовольствием, там ситуация очень крайне сложная. И для этого они достраивают железную дорогу к границам Азербайджана. А параллельно с этим иранцы проводят серьезные военные учения возле границ Азербайджана, вероятно, запугывая эту страну. Может ли активное участие Ирана в российской войне против Украины привести к тому, что Израиль более активно и охотно будет помогать украинской стороне? Да, это вопрос, конечно, интригующий. Но, судя по заявлениям правительства, заявлениям Бениганца и последующим обсуждением этой опции в Израиле, скорее всего, нет. То есть, израильтяне продолжают настаивать на исключительно важных контактах с Россией и рассчитывают, что именно Россия поможет им уменьшить и локализировать угрозу с Ираном. Здесь есть определенные резоны, конечно, потому что массированный ракетный удар дронов по Израилю вполне возможен, и, естественно, израильтяне опасаются таких последствий. Но, вместе с тем, как по мне, это не очень разумная стратегия. И это все-таки... Израиль продолжает сидеть на заборе, и, в общем, как бы остается... И его нейтралитет все больше и больше создает проблемы для самого Израиля в отношениях к западному миру. Ну да, пока что, в любом случае, услышали ответ только министра обороны Израиля Бениганца. Да, сегодня, по-моему, должна состояться беседа между Ерем Лапидом, это премьер-министром Израиля, и Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины. И там должны обсуждаться эти вопросы. Поэтому дождемся этой встречи, и тогда получим больше ответов. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо за участие в нашем эфире. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, был с нами на прямой связи. Спасибо.